Одна из самых запутанных и необъяснимых историй началась в Японии 24 июля 1989 года. Вулкан Асахи, высотой 2291 метр, является самой высокой горой на северном острове Хоккайдо. В последний раз извержение случалось три сотни лет назад, и сегодня здесь у основания расположен популярный курорт с прогулочными тропами, канатной дорогой и ансенами, традиционными японскими горячими источниками. Зимой гора превращается в рай для лыжников и сноубордистов. Заблудившиеся туристы – вполне себе частое явление на горном курорте. Никто не мог предположить, что рутинные поиски вскроют тайну, над которой будут ломать головы лучшие криминалисты страны. Когда найденные туристы объяснили, что ничего не знают про знак СОС, спасатели осознали, что его оставил кто-то другой. И хотя среди посетителей курорта и окрестных деревень не было сообщений об исчезновении людей, на следующий день, 25 июля, на поляне высадился целый поисковый отряд. Почти сразу спасатели обнаружили фрагменты человеческих костей. Полностью обглоданные, местами сломанные, их находили на достаточно большом расстоянии друг от друга, в радиусе почти 2 километра. Постарались лисы, растащившие останки неизвестного человека. Всего в 100 метрах от выложенных букв СОС обнаружилась неглубокая яма, длиной в человеческий рост, из которой поисковики извлекли рюкзак. В нем две пары кроссовок, магнитофон, 4 кассеты, 2 фотоаппарата, штатив, несколько амулетов и водительские права на имя Кэнзи и Вамура. Данный человек числился пропавшим, без вести уже 5 лет. 10 июля 1984 года 25-летний мужчина вышел из гостевого домика с рюкзаком, планируя пройтись по одной из туристических троп горы Асахи. В номере оставил одежду и другие вещи. Тогда его искали несколько недель, но бестолку. Казалось, что тайна исчезновения человека раскрыта. Но тогда бы эта история не была странной и загадочной. Во-первых, криминалисты выдали заключение, что найденные человеческие кости таза, по которым и определяют пол скелета, сильно повреждены либо при жизни, либо дикими зверями, и принадлежат. Женщине от 20 до 40 лет. Во-вторых, на одной из найденных кассет обнаружилась запись, длиной в 2 минуты 17 секунд. На ней неизвестный мужской голос буквально кричал, но не быстро, а медленно и размеренно, специально выговаривая каждое слово. Вот примерный перевод записанной речи. На этом месте я впервые увидел вертолет. Бамбук очень густой, я не могу пройти. Вытащите меня отсюда. Склоны японских гор действительно покрыты зарослями, некоторых высокогорных видов бамбука, которые могут создавать густые чащи. И тяжелораненый человек, получивший, например, травмы при падении, с трудом мог бы проползти через них. Но когда запись озвучили родителями Кэнзи и Вамуры, те заявили, что голос не принадлежит их сыну. И, наконец, в-третьих. Надпись СОС была выложена из 19 березовых стволов. 5 метров в высоту и 3 метра в длину. Но если мужчина был ранен так, что не мог пройти через заросли бамбука, как он мог сложить тяжелые стволы деревьев. Но даже это не самое главное. Все березы были срублены, однако топор так и не нашли. К тому же маловероятно, что и Вамура, отправляясь на горную прогулку, положил в рюкзак топор. Дело зашло в тупик. Со временем в нем стали появляться новые подробности, которые еще более запутывали следствия. Повторная экспертиза найденных костей установила, что определить пол по ним проблематично. Нет четкой уверенности, что они женские или мужские. Нет также уверенности, что все найденные кости принадлежат одному человеку. В архиве старых аэрофотоснимков обнаружилась фотография от 20 сентября 1987 года года, на которой отчетливо просматривался знак СОС. Почему тогда никто не обратил на это внимание, неизвестно. Дорогие друзья! Если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.